Первое, при приходе на работу заправляем весь материал, засыпаем чай, подготавливаем упаковку, запускаем машину. Но представьте, если один день я не выйду на смену, 3 миллиона кубанцев останутся без чая. Чтобы попасть в чашку, каждая чайинка проходит несколько барьеров испытаний. Очистка, фасовка, упаковка, механизмы работают как часы. Сбой здесь просто недопустим. Сложно представить, но над одной пачкой трудятся больше сотни человек. Запрос на краснодарский чай такой, что пригодных для его выращивания земель на Кубани просто не хватает. Сегодня на полках супермаркетов заварку можно отыскать по уже всем знакомой зеленой упаковке. Скоро на ней появится еще один отличительный знак. Сделано на Кубани. Кубанский продукт всегда отличался и по качеству, и по вкусовым, и по своему составу от всех других. И в России всегда уважают и любят кубанский продукт. Но когда это легко отыскать на полке, что именно с такой красивой, скажем, символикой Кубани, я думаю, что это поможет еще раз усилить наши позиции на полке. К ребрендингу упаковки готовится и еще один завод в Белореченске. Каждый день там выпускают до 600 тонн соков. Причем они совсем не уступают свежевыжатым тропическим напиткам. Натуральные сделаны из исключительно кубанских фруктов и ягод. Ассортимент удивит даже самого привередливого гурмана. Всего победителями краевого конкурса стали больше 40 предприятий региона. Диплом их руководителям сегодня лично вручил Вениамин Кондратьев. Теперь у них есть полное право маркировать свою продукцию знаком «Сделано на Кубани», что гарантирует качество товара и будет давать преференции производителю. Знак качества не будет ни в коем случае продаваться, даже ни за какие деньги. Это знак качества, который нужно заслужить, заработать. На самом деле качественной продукцией, экологичистой продукцией. Здесь, коллеги, должна быть системная, последовательная работа по защите нашего ассерхозпроизводителя. От мошенников, которые подделывают, безусловно, для того, чтобы продать под кубанской, еще раз подчеркиваю, маркой. Вот здесь еще очень важно, Василий Александрович, надо подумать над системой преференции еще тем, кто будет обладать знаком качества, произведенного на Кубани. Вот подумать над этим, потому что не просто оказывать максимальное содействие, чтобы эта продукция была на полках магазинов, магазинов-то саму собор. А вот преференции, в том числе и налоговые преференции. В будущем производители товаров с маркировкой «Сделано на Кубани» будут рассчитывать на меры государственной поддержки, налоговые, пониженные процентные ставки по кредитам. В этом направлении мы уже ведем работу и с Вашим поручением ее завершим в ближайшее время. Премию «Сделано на Кубани» сегодня вручали впервые. Товарный знак претендовали год назад на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Получить его могут только те производители, которые доказали качество своего продукта. Среди победителей как большие предприятия, так и маленькие фермерские хозяйства. Специальную линейку товаров для конкурса никто не разрабатывал. В основном все эти продукты, которые кубанцы каждый день видят на прилавках магазинов. Это абсолютно стандартно, то, что выпускаем мы каждый день. Белый и черный хлеб – обычный кирпичик. Это продукт, скажем так, он наш повседневный. Основной продукт нашего производства – это сало. Во всех видах. Я думаю, кубанское сало узнаваемо во всех регионах страны и мира. Впрочем, полученная премия для предприятий вовсе не повод расслабляться. Скорее наоборот. Ведь производителям придется постоянно доказывать, что они достойны наносить на свои продукты яркий логотип. Право на маркировку знаком «Сделано на Кубани» дается всего на два года. Но лишиться его предприятия могут и раньше срока, если товар не будет соответствовать заявленному качеству. Это должно подстегнуть производителей и вывести кубанскую продукцию на новый уровень, считает глава региона. То, что мы сегодня делаем, это уверенный шаг в защиту репутации Краснодарского края, в интересах репутации Краснодарского края, как региона, который производит качественную, натуральную продукцию. Я уверен, что мы сможем последовательно, но очень настойчиво продвигать продукцию, которая сделана на Кубани, со знаком «Сделано на Кубани» и, конечно, наш внутренний российский рынок. Впервые продукты с этим знаком качества появились на прилавках в Сочи во время горнолыжного сезона. Эксперимент удался, туристы проявили большой интерес к товарам местных производителей. Найти продукцию с ярким логотипом уже совсем скоро можно будет практически во всех магазинах края. О том, что антироссийские санкции сыграли только на руку отечественным производителям, говорят уже давно. Сегодня стало понятно. Отвезенного продовольственного эмбарго могут выгодить и сами покупатели. Собрать продуктовую корзину теперь можно исключительно из наших товаров. Причем стоить они будут на порядок дешевле. Уверенными можно быть и в их качестве, ведь сделаны они на Кубани. Мария Крошная, Инна Чайка и Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Спасибо. Спасибо.